США усилят давление на Северную Корею. Барак Обама намерен вынудить Пхенян изменить свою стратегию. А в Сеуле заявили, что КНДР разработала новую ракету большой дальности. Тем временем в самой Северной Корее пышно отмечают столетие со дня рождения Ким Ирсена. Подробности в сюжете Медеетс Ховребадзе. Запуск северокорейского спутника обернулся неудачей, но международные волнения вокруг этой темы не утихают. Пхенян может провести подземные испытания ядерного оружия. В этом уверены высокопоставленные чиновники США, Японии и Южной Кореи. Более того, по сообщениям Южнокорейской разведслужбы, северокорейские инженеры разработали ракету большой дальности нового типа. В начале 2012 года КНДР уже завершила первую серию испытаний в рамках работы над ракетой, правда, впоследствии потерпевшей фиаско. «Осуждение КНДР со стороны ООН в связи с тем, что страна проигнорировала требования международного сообщества, неизбежно. Однако, чтобы предотвратить ядерные планы Пхеньяна, особенно после неудач, необходимо ужесточить международное давление на КНДР». Усилить давление готов Вашингтон. Президент Обама призывает международное сообщество к большей изоляции КНДР. «Северная Корея пыталась запустить ракету в космос на протяжении 10 лет. Это вызывает глубокую озабоченность. И это явное нарушение резолюции Совета безопасности ООН. Лучше бы власти Северной Кореи накормили свой голодающий народ, вместо того, чтобы вкладывать миллионы долларов в неработающие ракеты. Вместе с международным сообществом мы будем работать над большей изоляцией Северной Кореи». Вашингтон и Сеул намерены раскрыть секрет ракеты КНДР. Южнокорейский флот ведет поиски обломков северокорейской ракеты «Упавшее Желтое море». Ожидается, что к поисковой операции присоединятся и корабли флота США. Обломки позволят понять, какими технологиями располагает на сегодняшний день Северная Корея. Тем временем в КНДР, несмотря на провал с запуском спутника, широко празднуют столетие со дня рождения Вечного Президента и Великого Вождя Ким Ир Сена. «Сегодня Великий День, 100-летний юбилей Вечного Вождя. Великие дела Ким Ир Сена и Ким Чен Ира продолжает первый секретарь Трудовой партии Кореи, верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии и председатель Комитета обороны КНДР. Великий лидер нашего народа Ким Чен Ир. Это самое масштабное торжество в истории КНДР. Сегодня более 50 тысяч человек на стадионе имени Ким Ир Сена приветствовали аплодисментами внука вождя и своего нового лидера Ким Чен Ина. Главные мероприятия все же пройдут завтра, в День рождения Великого Вождя. Военный парад и фестиваль «Апрельская весна», в котором участвуют представители из 20 стран мира. Медельц Ховрибадзе, канал ФИК.